Фермер Махмуд Ганитаев настолько освоил чтение следов, оставленных на земле, что может буквально пошагово рассказать, как неизвестные похищали его лошадь. Впрочем, здесь и без применения дедуктивного метода все ясно. У меня уйли лошадь, которая была на привязи, ночью украли. И такое в нашем селе не редкость. Начало весны жители пытаются сами разыскивать злоумышленников. Некоторых бронтачей даже вычислили. Мы сами задержали двух братьев. Они были признаны виновными в краже. Но и после этого кражи продолжаются. Полиция о проблемах курси уверяет, что принимают все меры. Да только в массовом скотокраске отчасти вина и самих животноводов. Оставляют животных без присмотра. Документов на скот нет. С начала года поступило более 50 заявлений на кражу скота. Практически половина фактов уже раскрыты. По остальным ведется работа. Однако по некоторым заявлениям мы не находим подтверждения, что украденные лошади вообще были. У заявителей нет на них никаких документов. Это затрудняет работу. Тем не менее, полиция и местные жители надеются совместными мерами все-таки избавиться от скотокрадов. Ведь для большинства селян скот остается главным и единственным источником существования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...